Владимир Владимирович, мы упомянули эпизод, когда Вы спасли детей из пожара. У Вас уже и внуки пошли. Какую страну Вы хотели бы оставить внукам? Знаете, на первом этапе нам нужно выполнить всё, что было заявлено в послании Федеральному собранию несколько дней назад. У нас большие планы, они носят совершенно конкретный характер в сфере развития экономики, социальной области, поддержки материнства, детства, семей с детьми, поддержки пенсионеров. Об этом мы очень мало говорим в последнее время или не говорим, но у нас и здесь соответствующие ресурсы закладываются обязательно. Это касается индексации пенсии, различных пособий, это касается долговременного ухода для людей, которые нуждаются в этом. Вообще, я бы хотел сказать, что люди старшего поколения – это те, благодаря которым мы сегодня имеем достаточно прочную, устойчивую государственность и экономику в том числе. Потому что, несмотря на все перипетии, тяжелейшие испытания для экономики в 90-е годы она устояла, благодаря их труду героическому после Великой Отечественной войны и в ходе подъёма экономики. Поэтому мы никогда не должны об этом забывать, о сословах старшего поколения. Всегда должны об этом помнить и отдавать им должное, на сегодня обеспечивая их благосостояние. Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства, но всё это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, работа техники, генетики и так далее. Сельское хозяйство у нас как называется. И там тоже нужны современные технологии. Они используются активно и будут использоваться дальше. Но и, разумеется, страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Вот всё это вместе мы должны будем многократно приумножить, и будущее будет обеспечено. Продолжение следует...